здравствуйте друзья мы продолжаем отвечать на ваши вопросы хочу вас спросить как сочетается тот факт что люди в сша более расслаблены и жизнерадостны с тем фактом что не так редки люди принимающие антидепрессанты об этом слышал неоднократно и вообще в сша безумный ритм жизни многие интенсивные много работы как это все сочетается я бы вот что сказал значит первое насчет того что интенсивный ритм жизни ритм работы и так далее это кое у кого да вот мы тут живем в силиконовой долине в кремниевой долине здесь такой ритм жизни хотя вроде выглядит как село да а ритм жизни будь здоров какой а отъедьте отсюда чуток и нет там никакого ритма жизни и абсолютная деревня даже если выглядит как город поэтому насчет уж такого прям убойного ритма жизни я думаю что просто человек который вопрос задает он может быть насмотрелся блогеров или пообщался с людьми которые живут в нью-йорке может быть дать это в больших каких-то мегаполисов и так далее люди умственного труда действительно сегодня многие да очень тяжелый очень высокий ритм жизни ну войти во всяком случае безусловно очень много стресса буквально там несколько там позавчера видели с друзьями и они просто но работа не в проворот вообще ну да ну у нее там много работы я хочу просто сказать что когда вопрос про америку то людей которые в америке живут в таком ритме жизни очень незначительный процент я думаю что не больше там 5 6 вряд ли 10 то есть в целом страна таки да расслабушный следующий момент который хочется заметить в этом во всем это вот что человек который живет в расслабушном мире гораздо больше склонен к стрессу в депрессии чем человек который все время в стрессе когда тебя когда тебе дают по шее каждый день я нет когда у нас это самое когда мы жили в советском союзе никто не считал что это что-то очень стрессово хотя было очень много неприятностей стресса и было ничего но никто при этом эти депрессанты не принимал поэтому это было норм поэтому приехали в америку мы как-то продолжаем в этом ритме и все нормально американцы же которые изнежены вообще очень нежным и бережным отношением с детства если кто-то что-то им сказал то они сразу впадают тяжелое состояние идут психолог который тоже кроме того нельзя забывать здесь индустрию фармакологической промышленности которая работает у них есть лобби большое они всевозможным способами проталкивают свои лекарства врачам которые выписывают и здесь врачу выписать антидепрессанты это вообще первое что они делают они даже не разбираются в плече зритель каждого типа хотим из передалом ведь вот чем они это почему делают у этого есть объяснение если человек в стрессе у него может что угодно начаться у него может пойти на печень на почкина поджелудочную на что угодно поэтому если они видят что стресс имеет место быть они сразу ему дают антидепрессант чтобы стресс убрать чтобы можно было остальным заниматься то есть у них не только потому что фармацевтический компания хотят продать побольше там заловки а это происходит потому что ну как бы концепция такая здравоохранение то есть мы знаем что все болячки от стресса свет мы отлично знаем но просто есть уровень стрессоустойчивости морозоустойчивости вот поэтому те люди которые привыкли выживать на высоком уровне стресса они как бы устойчивости приведу пример я как человек который расслабился да и я уже живу в обществе с небольшим уровнем стресса относительно хотя очень большая я относительно многих американцев больше подверг но я вот возрастем как мы там в ссср жили и вот буквально вчера слушай какой-то человек пишет комментарии и значит и пишет таким языком как будто он с войны пришел знаешь и кого-то сейчас граната рванула там люди на его глазах погибли то есть что-то такое невозможно общаться я ему вежливо отвечаю он опять за свое вежливо я опять за свои думалу знаешь как это что я должен за рубль там жизни рисковать его забанил и все потому что невозможно вступать в разговор то есть но я понимаю почему это происходит он на войне понимаешь он на войне он не может просто говорить он воюет он ко мне на канал пришел и он со мной поюжен со всеми бою и я не я не выдержу эту стрессу я могу сказать а пошел бы ты твою там да я не мне не нужно я это не мой уровень стресса я хочу сказать что здесь вот внучка мне принесла из школы что учителя им говорят делать и вот учителя здесь горят потрясающую вещь просто я скажу ее по-русски да что учитель 10 говорят у тебя нет никакого дела что другой человек говорит про тебя и это вообще-то невероятно глубокая мысль потому что потому что да в россии только всем и есть дело что соседи скажут а какой я растопырена насколько я крутой вот в глазах а я недостаточно крутой тогда мне нужно еще под напрячься еще под нажать чтобы быть более крутым и здесь им эту мысль внушают с самого раннего детства это на самом деле очень сильно помогает жить если ты не обращаешь внимание я думаю только знаешь что тебе учитель может сказать не обращая внимание но это может не обязательно сработать я думаю что когда это делается там 8 лет и делается часто я думаю что они специально это часто повторяют они говорят не тонкие вот они это часто повторяют я думаю что безусловно много повторений входит вот автор пипал сэнки гибалтью это одна одна история а вот это другая я думаю что там из 3 кисы и все что хочешь то есть не обращать внимание на других людей формировать дело в том что любая морозоустойчивость она формируется тренировками если учитель 100 раз одно и то же повторяет но ты знаешь что получается все-таки американское общество построено на законе да то есть дело не тот же чек сказал а дело в том что я прав или я не прав вот и что ска что скажет судья в этой ситуации да если дойдет до суда там общество другое там начинается вот эта вот совесть что люди скажут стыдно какое коллективное такое понимаешь причем вот вот этого да там ты что думаешь ты что думаешь я как все я как все выбрать ты надо быть как все в ту сторону или в другую я хочу быть лучше других да да вот и что тот самый умный понимаешь поэтому значит что получается совершенно другие движущие механизмы поэтому если в америке естественное состояние человека когда ему совершенно пофигу кто и что сказал если только это не бизнес если только это не такое оскорбление которое действительно там и тогда то конечно да но возвращаясь вопросу просто хочу сказать что действительно многие люди здесь работают либо они сэлф-эмплоид либо они работают там магазине где-то они не утруждаются я не думаю что у них если конечно там не чрезвычайной ситуации которые в это состояние равновесия да не принимать депрессант на я не думаю что их такой процент масса что ты говоришь во первых сэлф-эплоид может быть в стрессе просто из-за того что он не успевает или что у него бизнеса я почему это сам искал конечно начальник эти нет эти бизнесы могут быть разные одни работают то самое потом и крови зарабатывать а другой вот я хотел привести у нас муравьи завелись я значит на крекс листе без всяких референсов ничего нашла человека который пришел говорит я выведу вам муравьев хорошо значит он выглядит один раз он пришел сделал этот сервис через два месяца я ему позвонила и меня не было дома я ему в доме оставила деньги и сказал что я тебе деньги оставляю приходи сделал сервис он пришел деньги забрала сервиса не сделал и так его и не сделает и сколько мне с ними не список настолько чек расслаблен и больше не позову вот это он взял эти деньги и все вот это он так ведет бизнес пусть он абсолютно расслаблен и абсолютно без всяких заморочек ему на все наплевать конечно не будет принимать хорошо все в порядке хорошо просто я что хочу сказать что то что мы говорим про антидепрессанты почему в америке так легко выдают так много народу принимают антидепрессанты потому что две вещи происходят первое уровень вот этот порог стресса у людей ниже намного чем во многих других странах где идет постоянная борьба за выживание постоянные стресса один такого стресса как вот этот таблетку принимал они бы даже не поняли что у него стресс я помню ты помнишь у нас в дочь когда ей было четыре года или там пять и мы повели ее учет она была у врача и врач говорит знаете где-то вот там 20 лет назад когда 30 я бы сказала что у ребенка стресс а сейчас все такие я не помню что не помню что такое было у меня в памяти есть так вот чему я говорю так вот первое что люди более подвержены стрессу смысле легче срываются и второе общество медицина местная считает что если есть намек на стресс малейший надо его грохнуть потому что от этого может быть хуже причем как бы неизвестно как хуже я с одной женщиной с врачом разговариваю вот я говорю вот таблетки дают сюда да как миша ты так не говори это действительно многих людей спасло то что они дают вот эти таблетки спасло от разрушения физически поэтому вот я думаю вот эти две причины это следующие вопросы следующего счастлива